всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале тему сегодняшнего расклада мне предложила феникс вы тоже можете предлагать свои идеи в комментариях называется он чем я могу быть полезен полезно вы это видели уже если вы нажали на просмотр не мы с вами сегодня будем разбирать эту тему я не хочу делать большой расклад сделаю маленькие коротенькие в этот раз действительно коротенькие позиции у нас выглядят таким образом первая вторая третья голубой красный зеленый выбирайте пожалуйста напоминаю что в начале каждого расклада после приветствия я выкладываю верхнем правом углу подсказку аналогичную данному рассказу тоже можете нажать на нее посмотреть перейти и посмотреть еще один мой расклад схожий с данной тематикой тем кому не интересно болтовня может сразу переходить по тайм-кодом вот или либо просматривать все мои расклады на ускоренном варианте выбирайте в настройках скорость 1 и 25 1 и 5 это достаточно такая но приемлемая для понимания и скорого прослушивания те товарищи которые раздражаются которым что-то не нравится сразу проходите мимо я наверное буду не для вас а те кто у меня уже знает и давно со мной я во первых вам благодарна благодарна и приветствую вновь привыкших на мой канал на этом канале мы работаем поэтому я всегда рекомендую все мои расклады смотреть с ручкой и тетрадкой и отслеживать себе реакции на какие-то мои слова на какие-то идеи все что вам приходит в голову во время просмотра то есть мы тут работаем и не развлекаемся поэтому случайные люди попавшие на этот канал возможно как я говорю левый да это не для вас то есть если вы не хотите работать а просто хотите послушать но это не для вас вот потому что мы в процессе расклада вместе взаимодействуем я вам передаю информацию вы ее ощущаете в момент прослушивания отслеживайте реакцию приятную неприятную записываете какие-то свои мысли идеи на этот счет не то есть у нас начинается работа вот так вот мы с вами работаем не отодвигаются позиции мы с вами приступаем позиция номер один и голубенький камешек чем я могу быть полезен либо полезно этому миру так начинаем мы с вами с повешенного но в каком контексте он у нас здесь звучит повешенный знаете здесь повешенная скорее всего является я не буду читать трактовать контексте жертвы а скорее всего в контексте некой такой интуитивных каких-то навыков которые у вас есть в умение передавать быть каким неким таким каналами передавать всю мудрость все знания людям то есть объединяя вот эти вот три великих аркана я могу сказать что вы тот человек у которого налажена связь с высшими силами по крайней мере вы понимаете и смотрите на жизнь нет же несколько иначе нежели чем многие другие люди может быть тех может быть филат боже греческий язык полез может быть философствуете достаточно много до размышляйте о каких-то вот очень глубоких ценностях до понимаете может быть воспринимаете жизнь немножко иначе у вас ночь очень хорошо мыслиться очень хорошо думается и здесь ощущение того что вы можете направлять людей то есть вы можете им высвечивать их страхи можете показывать им возможно какие-то ошибки где они могут ошибаться то есть вы как будто бы связующие звено на их пути то есть польза от вас может быть даже если вы и жертвуете чем-то да но допустим кто-то может жертвовать своей семьей во имя своей реализации профессиональной но здесь жертва однозначно она осознанная то есть то что вы делаете вы это делаете с пониманием того что вам это может дать и поэтому здесь у вас очень глубокий опыт вы можете делиться своим опытом можете делиться своими мыслями можете здесь кто-то является проводником связующим с астралом да и передавать переносить оттуда информацию да у кого-то очень хорошо развитая интуиция вот чувствование очень хорошо можете чувствовать и понимать может быть здесь какие-то вот такие знаете хорошо сбалансированные и активные и пассивные качеству человека то есть и женские и мужские однозначно у вас есть опыт именно жертвованием с пониманием вот процесса до жертвы преследователь то есть вы здесь у вас есть эти знания вы ими можете делиться то есть вы можете быть полезным людям своим опытом до передача информа информации далее чем еще вы можете быть полезны людям до своим позитивом то есть умение видеть что-то приятное умение заряжать умение зажигает людей знаете вот какой-то доброй своей улыбкой что-то у меня здесь произошло с единичками у них сменились энергии напишите что вы делали у вас поменялась энергия то есть вы ушли больше какие-то вот мягкие стали ушли из головы и стали более мягкими но однозначно здесь позитивные вы можете наполнять людей своей энергии да как-то вот общаться радость передавать вы стали неожиданно как-то вот были интровертами а сейчас стали больше я не скажу что экстраверта но вот как-то с коммуникацией во что-то наладилось может быть настроение такое предпраздничное но вы однозначно тот человек который может делиться хорошим настроением человек который может как-то знаете развеселить своими шутками можете поддержать ну вот знаете веет здесь от этой позиции какой-то вот добротой до теплотой радостью смехом праздником какими-то вот бонусами подарками что-то такое вот зажигательное но однозначно вы можете мотивировать других людей кто-то здесь работает со страхами видимо у вас в жизни вы как-то сами прорабатывали свои собственные страхи и и тем самым можете помогать как профессиональной сфере работе со страхом это один момент на другой момент просто можете поддержать каким-то знаете теплым словом как -то развеять страхи сомнения переживания другого человека да кто-то может быть здесь детьми либо работал или либо работает с детьми у которых есть какие-то травмы ну то есть вы тот человек который любит ночь это однозначно и вот все что связано с ночью вот здесь какая-то вот помощь у вас идет дату ли вы ночью работаете то ли свойства ночи вам знакомы я имею ввиду страхи и вот иллюзии какие-то непонятные ситуации то есть вы можете развеивать какие-то неуверенность людям до разделять какие-то их трудности то есть показывает что есть какой-то иной путь да есть проще ты можешь это сделать работать самооценка вселять уверенность людям что еще чем вы можете быть полезны и вы можете помогать людям выходить за пределы своих собственных границ с цели полагания можете помогать людям давать им надежды вот это вот общая какая-то знаете вот здесь вот энергетика она очень на разных колодок пересекается перекликается говоря о том что вы можете взращивать в людях какие-то вот их самые светлые качества такие позитивные да либо наоборот показывать им лучше их стороны для того чтобы люди в себя поверили и дальше они могут сами развиваться и достигать каких-то своих целей вот здесь вот люди проходят как как три тренера каким-то образом да вот мне напоминают наставники тренера люди которые как-то знаете здесь еще есть товарищи которые могут мне профессиональная сфера идет либо если вы волонтеры то вы работаете с людьми которые у которых были какие-то травмы а вы вот им им с этими травмами и помогаете каким-то образом хорошо еще по одной карте вытащил еще чем вы можете быть полезны то вы помогаете двигаться людям да если они где-то застопорились вы помогаете им двигаться обрести свою какую-то внутреннюю силу у меня тройки перекочевали в единичкой то есть там были практике здесь сюда пришли поверить себе здесь люди ощущение того что кто-то может быть работать с людьми после насилия да ну то есть психологи однозначно люди которые помогают двигаться дальше двигаться дальше по пути быть как-то вот более самоуверенными ну вот еще вот здесь вот на таро вытащу потому что мне здесь вот это вот показывают еще что да знаете вот вы помогаете двигаться дальше и через то что высвечиваете людям как они их собственные обманы да то есть как они сами занимаются самообманом и вот здесь вот выпадает шестерка то есть дальнейшие движения как-то ну не то чтобы мотивируйте вы человек волшебный пинок давайте так скажу вот вот чем вы можете быть полезны людям такая вот сколько там на маленькая маленький раскладик не жили я смогу сделать один маленький рассказе и так позиция номер два чем вы можете быть полезны людям двоечки заботой заботой теплотой а вот это вот чем так интересно и обычно у меня двойки находились такой ситуации здесь видимо вы получили какой-то опыт и тем самым можете быть полезны другим людям то есть что я имею ввиду вам вы можете помогать людям завершать какие-то ситуации безвыходные вы помогаетесь как-то вот определиться с выбором до поставить точку выйти из какого-то тупика помогаете людям увидеть их возможности как-то их развить расширить вы также отдаете людям тепло доброту заботу внимание да может быть можете показывать людям как можно что-то взращивать как можно что-то расширять как можно что-то преувеличивать нам и при этом у вас есть знание вы можете передавать знанию скорее всего это связано и вы знаете если допустим вы уже на пенсии либо домохозяйка вот вы можете знаете какие знания придавать как делать например ну к вам могут обращаться до люди а делать там рассольник либо на зиму закручивать мариновать что-то да почему там не идет все что связано с огородом либо как что-то взращивать либо оставить какие-то за какими-то рецептиками к вам приходят за какими то знаете вот может быть кого-то там голова заболела либо еще что-то вот целительство да а вот приложи вот вот этот вот хрен либо приложи еще что-то до либо подорожник вот что-то такого связано с травками вот прям с травами связано с травами связано как-то знаете вот какой-то вот образ такой знаете добрый добрый опытные женщины может быть бабушки которые вот все знают такая знаете умудренная жизнью которая просто скажет теплое слово вот здесь вот теплотой от вас веет скажите теплое доброе какое-то слово да дети у вас хорошо в доме спят не знаю почему то есть вот вот от вас видимо веет такое и если к вам гости дети приходят либо ваши там внуки я не знаю дети но почему не скажу что люди достаточно взрослые зрелые если вы молодает но значит опыт есть ну то есть зрелый человек до зрелость этого спахнет вот вашим пространстве почему-то детки детки спят вот пахнет молоком не понимаете причем а таким деревне и вот молоком теплым теплым молоком почему-то мне пахнет чем еще вы можете быть полезны этому миру так и вот прям вот картинка такая вот я сказал смотрите как ну домохозяйка бабушка смотрите женщина сидит то стоит скорее всего и там что-то с тестом делает с мальчиком да что-то пекут вот печеньки что-то здесь такое вот я говорю вот вы можете как-то через хозяйство помогать может быть у вас большая семья очень много родственников то есть такое ощущение что ты какие-то столы накрываете да вот все что связано с хозяйством вот вам люди обращаются это хорошо это здорово потому что вы знаете вот как там почему-то образ я не знаю почему образ бабушки наверное знаете вот вот это вот безусловная любовь да к вам приходишь за безусловно любой когда вы поддержите когда вот уютом от вас пахнет дома праздником как каким-то может быть вы готовить очень любите не знаю что то здесь такое пахнет и вот в контексте здесь что-то про чулану не говорит я не могу понять а вы скорее всего обучаете знаете вот какой-то женственностью какой-то мягкостью если вы женщина если мужчина не знает как траковать вот как женщина вы знаете вы вы как будто вот рядом с вами очень хорошо легко и мягко вот все вот эти вот травмы детские до проблемы которые есть вы как-то так очень мягко мягко вот как из чулана и их вытаскиваете на поверхность и человек их принимает то есть вы как будто бы знаете такой целитель очень мягкий вот вам приходят люди какие-то резкие может быть агрессивные а вот вашем пространстве не как-то об вас излечиваются да как-то вот травмы то есть пришел к вам пришла к это такая взбудороженная такая вот агрессивная злая я сама все такая вот женщина а поговорила с вами и и вспомнила что оказывается и какая-то стрип не а ей нравится почему бы мне там что-то не печь а давайте я помогу вот что-то вот здесь вот такой то есть приходит какая-то вот амазонка с вами поговорила и и пошла пироги печь вот причем ничего не делаете такого конкретного как-то об вас происходит какое-то исцеление что касается еще знанием вот какие-то знания себя то ли у вас есть опыт знаете вы как и вот вы можете веру давать людям до либо вот вы как-то молитесь за других людей до либо вот вселяете веру в другого человека причем знаете как это происходит у меня еще не того что вот то ли вы сказки какие-то рассказываете нет не сказки людям не в негативе нет а вот пришел к вам человек за советом а вы не даете совет а просто говорить а вот в наше время было вот так вот так и просто знаете как тут своим рассказом заинтересовывайте человека и он через эту аллегорию через этот образ через это этот миф как-то вот он видит решение своей задачи понимаете то есть вы что-то говорить такое вот рассказываете и вас люди слушают но очень интересно рассказываю интересный рассказчик там голоса у вас такой мягкие обволакивающие поэтому я искала что дети спят в вашем пространстве знаете как убаюкивающие дайте кому-то вот легенды рассказывают есть люди рассказчики не буду говорить сказочники потому что ассоциация не очень хорошая вот именно рассказчики вот вы рассказываете как тогда как-то вы связаны знаете вот с родом с кланом почему-то у меня идет ассоциация деревни но не нет ни в негативном контексте то есть человек неразвитый а наоборот как-то вы знаете вот близко к земле связь связь землей у вас есть поэтому вот вы как-то очищаете людей до забираете как будто вот у них негатив и как земля забираете вот это вот все грязь весь негатив и как будто бы они чистятся через вас через воспоминания через прошлое все что связано с воспоминанием с прошлым с рассказами вот с легендами именно да вот сказками вот что-то такое как-то вы так доносите вот эту информацию человек начинает лечиться что касается возможностей да то что вы видите здесь какое-то лечение от одиночества да вот вы как будто бы вы помогли лечите душу да я не знаю как как еще можно сказать но вы умеете лечить душу у человека вот его какие-то травмы прошлого когда вообще человек вам приходит находит в каком-то тупике ощущает себя в одиночестве я ничего не могу я я не вижу перспектив а вот вы ему помогаете увидеть эти перспективы вы как зеркало понимаете отражаете ему то вот ту чисто эту хорошее знаете что с вами происходит вот вы не читаете мораль а вы разговариваете с человеком и как-то может быть его выслушиваете и он знаете начинает ощущать как-то вспоминать какие-то свои хорошие частицы какие-то вот что-то свое чистое непорочное вот истинное настоящее у него кого-то воспоминания кто есть вы как будто бы знаете а очищает вот этот лишнюю грязь и он посмотрел на себя оказывается я не такой плохой до оказывается здесь вот как-то вот разговор по душам идет вы затрагиваете душу человека как будто бы вдыхаете в его душу больше энергии и вот он вот под своим внутренним через увеличение своего внутреннего свечения он сам очищается понимаете то есть вы как будто бы говорите ему вот именно как говорили бабушки да все будет хорошо да там внучок и был ночь когда не расстраивайся твои вот как-то знаете вот по головке погладить и человек успокаивается вы через это успокоение он как будто бы начинает видеть свои ресурсы свои возможности решения задачи вы даете успокоение вы даете уверенность вы показываете ему свет вы как маяк показываете ему дорогу дорогу дальше то есть он перестает чувствовать себя вот вы как будто бы работаете с людьми врушенными одинокими именно в душе да то есть человек может быть профессионально успешно у него семья есть но вот как будто бы вы работаете с людьми у которых у которых есть вот это вот ощущение я никому не нужен да вы как будто бы вот помогаете в этом показываете человеку что нет ты нужен у тебя все хорошо вот что вы делаете почему это можете делать мне в нем вы не делаете это профессионально вы это делаете в разговоре да то есть может быть куда-то пошли там в магазин куда-то встретили человека поговорили у человека появилось вот это вот ощущение так и мы переходим с вами а к троечкам чем я могу быть полезен полезно по троечкам чем вы полезны этому миру так сейчас ну во первых вы человек который видит красоту этого мира начнем с этого да вы тот человек который четко понимает и осознает двойственность этого мира и вы как будто бы можете принять вы принимаете двойственность этого мира но и сразу выпадает любимый любимый дьявол любит троечки дьявола вы знаете что делаете вы здесь вот работа происходит я имею ввиду не профессиональной реализации а что вы делаете с людьми да уж как каким образом вы помогаете вверх вы транслируете красоту внутреннее ваше ощущение восприятия умение видеть красоту она уже начинает излучать красоту в этот мир то есть вы уже несете красоту в этот мир с одной стороны с другой стороны вы помогаете людям завершать какие-то свои пагубные привычки да то есть вот именно через чтобы переоценку ценностей а вот вы помогаете людям задуматься до определиться с выбором а какой путь они выбрали и вот все что связано с привычками с ложью с обманом привязками всевозможными да все что касается дьявола вы помогаете людям завершить то есть здесь возможно закрутить колесо фортуны абсолютно другое русло на то есть как будто бы здесь смотрите кто-то может помогать людям создавать семью приходить не упадет у меня приходить гармонии приходить к внутреннему балансу да то есть как-то определяться вы помогаете людям определиться с их путем правильно когда с их дорогой с их путем то есть показываете и помогаете как преодолеть трудности сложности связанные непосредственно с дьяволом вот у меня крутится на языке что вы как будто бы делаете какие-то чистки да может быть кто-то да может быть и нет но может быть кто-то из вас и занимается этим потому что как-то у меня крутится на языке дали что вы делаете вы вы исцеляете душу вы исцеляете душу именно маленького ребенка не взрослого человека а если работаете работаете знаете с какими-то травмами исцелениями которые были у человека в детстве если вы работаете с этим вы помогать лишний раз бою боюсь покашлять это все время вспоминается комментарий что вы кашляете что вы это что вы 5 10 прям комплекс какой-то создался вы помогаете людям переродиться знаете как-то вот показываете еще и радость да вот какой-то вот чистоту праздник души вот как-то вы делаете так да вот вы работаете с душой человека напрямую косвенно не знаю но вы показываете вот как будто бы человек рядом с вами вспоминает свое детство то ли вы так располагаете человека и он начинает как-то вот радоваться добыть рядом с вами можно быть самим собой можно быть ребенком да и вот как того через это происходит исцеление что еще вы помогаете что еще чем вы еще можете быть полезны здесь вот я не совсем понимаю когда вы ожидаете каких-то результатов вот какая-то стабильность на идет от вас то есть здесь четверка четверка жезлов достижение цель как-то стабильно вы можете достигать какой-то цели либо показывает людям как можно достигать цели здесь как-то найти три направления кто-то работает именно в профессиональной сфере по целенаполаганию там что-то такое тренингство кто-то здесь работает непосредственно с душой человека все что связано а кто-то разве знаете здесь как будто бы три мира да вот материальный мир какой-то вот тонкий план и нижний какой-то вот астрал да как будто бы но в любом случае конечный результат человек наполняется человек получает удовольствие то есть мир получает от того что вы делаете вы выступаетесь какая-то вот публичная личность либо если не публичная то вы личность которая взаимодействует с огромным количеством большим количеством людей то есть это может быть даже интернет ну то есть где есть общение где есть коммуникации где вы ведете а за вами идут где вы говорите о вас слушают какие-то вы помогаете людям знаете очищение блин опять идет чистка хорошо чистите вы помогаете людям оставить все ненужное все отзывшие позади как-то облегчаете их путь здесь также вы помогаете людям знаете в отношениях которых скорее всего здесь вот по исцелению идет о которых когда-то придавали измены и все такое вот как-то вы им помогаете что еще чем еще вы полезны этому миру а вы как наставник понимаете вы как наставник вы как учитель вы как будто бы человек связующее звено которое из поколения в поколение то есть есть допустим бабушка да а вы являетесь мамой есть дочь то есть вы как будто бы между прошлым и настоящим вот их чё хочу сказать вы как будто бы как-то оперегаете что ли возможно через свои знания какие-то знания передаете как оберег как человек да здесь очень ярко выраженные материнские качества возможно у вас большая семья до либо много детей либо вообще очень много родственников и вывод как берегиня чего-то да может быть там в клане самый главный человек либо человек очень допустим своей работе авторитетные которым прислушиваются вы какой-то уважительно уважая уважаемый человек вы как-то помогаете новому поколению вы не работаете с детьми но именно новое поколение и вы с ним как-то работаете как вы работаете снова поколение здесь мужчина появился вы как будто бы разрушаете что именно вы разрушаете строите новое опять смерть какие-то конфликтные ситуации то есть вы человек который знаете рушит чтобы построить то есть вы как будто бы что-то старое рушите чтобы люди могли построить что-то новое вот вы тот человек который я не зря сказала про чистки да вы как будто бы убираете старые отжившие ненужное не знаю по-разному кто-то через профессию кто-то в прямом смысле кто-то в переносном смысле но однозначно вы убираете всевозможные рамки ограничения жесткости может быть кто-то работает шаблонами до которые не дают человеку чувствовать да не дай вот вы работаете с чувственным аспектом убирая ум логику разу и показывая человеку как можно быть на связи со своей душой да как можно выстроить что-то заново новый какой-то фундамент вы помогаете людям стать независимыми до идти непосредственно к своим целям и излечить какие-то свои травмы да как будто бы работаете с предназначением еще может быть такое вот вы даете надежду людям причем надежду не просто словесную так где-то уже выпало в какой-то позиции нет здесь не про то что вот вы подпадриваете нет здесь вы работаете именно показываете возможности способности другого человека вы как будто бы иниция инициируете других людей вы здесь какой-то мастер до какой-то профессионал который вот вы работаете в команде то есть вы и у вас есть люди ощущение того что вы как-то вот берете и плохих мальчиков делаете из них хороших людей даете ключи людям для решения их задач возможно приводите к семье как-то людей да может психолога помогаете да что-то вылечили а потом у человека есть результат у него есть семья может быть мерите кого-то может быть даже например адвокат дал который помогает бракоразводном процессе для того чтобы просто не просто человек ну люди расходятся а у них там есть возможность создать какой-то новую семью здесь вот что-то связано с семейностью с объединением с возможностью двигаться дальше да причем парность здесь парность проходит да вы как будто бы дарить может быть здесь даже и гинекологи проходят которые дают рождение людям помогают да когда люди рождаются либо вы помогаете людям свои страхи как-то это слово называется не не совладать своим страхом укоротить как-то укоротить свою силу может быть способности здесь вы какие-то раскрываете у и просто причем люди к вам приходят у них есть эти способности они знают они не умеют ими управлять а вы как будто бы взращиваете этого человека до такого уровня когда он эти способны этими способностями умеет уже владеть он может совладать ими они ему у него под контролем здесь больше я бы сказала профессиональная да то есть если предыдущих может быть и не было то здесь вы как-то вот помогаете миру своим профессионализм и если кто-то еще не работает значит это ваша задача ищите профессии которые вот именно делаю то о чем я не сказала в третьей позиции вот такой вот у нас с вами расклад удивительно на полчаса молодец а косе могу доделать маленький расклад для меня это вот прям как этот мое достижение могу ли я могу на этой ночи позитивные на прекрасном настроении я хочу вам пожелать прекрасных выходных если вы будете смотреть этот расклад пятницу если нет где-то как-то в другое время хочу пожелать вам все равно хорошего настроения прекрасных праздников провести всего самого наилучшего не знаю просто к это вот такое бодрое настроение хочу с вами поделиться им пишите в комментариях свое мнение свои истории я люблю читать истории на самом деле хотите поблагодарить благодарите не хотите не благодарите ставьте лайки комментарии не забывайте нажать на колокольчик это очень важно чтобы вам приходили оповещение потому что youtube любит также как высшие силы как-то шалить и не всегда все вы видите мои новые видео если они вам интересно я с вами прощаюсь до новых раскладов пока пока